Я был молодой, зеленый. Хочу быть в списке Forbes через два года. Че сделано? Он должен всегда расти, всегда. Всем привет, ребят, это Артем Сенаторов. На моем YouTube-канале новое видео. Сегодня мы поговорим про вот этот пост. У меня вот недавно вышел, он называется «14 мыслей про бизнес и деньги. Версия 2024». Я вижу, что людям очень сильно зашло, я вижу ваши реакции, ну или не ваши, а тех, кто этот пост видел. И я решил специально снять видео здесь на YouTube, чтобы распаковать каждую из этих мыслей. Потому что за каждой из них стоит мой опыт. Я считаю, что это важно дать подробнее. Поехали. Мысль первая. Клиент почти никогда не прав. Он вообще на самом деле практически никогда не знает, что ему на самом деле нужно. Это необычная мысль, потому что общество говорит, что клиент всегда прав. Знаете, вы наверняка, даже если бизнесом никогда не занимались, слышали эту фразу, так вот она в корне неверна. Мой опыт показывает, что клиент вообще-то не очень сильно прав. И он потому ко мне и пришел, чтобы я как профессионал в том, что я делал, я сказал, что ему нужно. Ну вот представьте себе больного человека, который пришел к врачу и начинает ему рассказывать, что он там что-то в интернете почитал. И знает, как правильно лечить. И вы вот вообще давайте вот так, а не эдак. И там сомневается в каждом решении этого врача. Вы вот как думаете, этот врач, он что думает про такого пациента? У меня то же самое происходило с книгами, когда я начинал продюсировать давно-давно. Я вот только выходил на этот рынок, я был молодой, зеленый, наивный. И тоже приходил заказчик и такой, я хочу, чтобы в моей книге было вот это, я хочу, чтобы в моей книге было то. Я думал, ну вот это же его книга, он этого хочет. Как вот мне сделать так, чтобы он был доволен? Давайте вот все его прихоти буду исполнять. И получается, что я это попытался сделать, то сделал то, это все, вот все эти идеи. А есть такие люди, у которых очень много идей, они ими прям фонтанируют. Я это все внедрял, и в итоге получалась какая-то хренотень просто. И глядя на это, я понимал, что это нужно все переделывать заново вообще по факту. Поэтому я очень четко понял, на самом деле эти люди, которые там фонтанируют идеями, которые что-то там все время просят переделать, они таким образом очень часто пытаются скрыть свой страх. Да, они боятся на самом деле и думают, что таким образом будут все контролировать. И здесь самое лучшее, что я могу сделать, это их сказать спокойно, вот вы расслабьтесь и получаете удовольствие. Ни вы первый, ни вы последний, я знаю, что я делаю. Я написал огромное количество книг, больше 20 сам написал, больше 60 спродюсировал, полтора миллиона проданных экземпляров. Я единственный, кто помогает с написанием книг, и при этом сам автор бестселлеров. Такого просто нет второго в Советском Союзе бывшем нигде. Поэтому вы доверьтесь мне, я знаю, что делать. Я сделаю лучше, чем вы даже представляете. И обычно, когда что-то такое человеку говоришь, он такой, а, ну окей, хорошо. Я говорю, вам надо, вот это, 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 мы вам сделаем, вот то, то, то. И в итоге человек, когда вот получает финальную работу, всегда говорит одно и то же. Слушайте, спасибо, что вы меня провели, спасибо, что вы это сделали. Класс, я бы никогда сам до этого не додумался. Вот, поэтому клиент изначально не прав, он не знает, что ему нужно. Мысль вторая. Самый быстрый способ зарабатывать больше, это делать работу быстрее. Мы постоянно видим, что разные ниши заняты, что везде большая конкуренция. Особенно, если вы делаете что-то в соцсетях, вы можете посмотреть, какое количество экспертов, предлагает свои услуги. И выглядит так, как будто эти люди предлагают примерно одно и то же. Я знаю, что совершенно точно я могу зайти в любую нишу и в этой любой нише, сделать быстрее и тем самым забрать на себя часть клиентов. Потому что люди всегда готовы платить за работу, которая выполняется быстрее. Время очень ценно. Время – деньги. На самом деле, время даже ценнее, чем деньги. Поэтому, когда вы его экономите для ваших клиентов, это всегда очень-очень ценно. Ну, к примеру, если бы я был SMM-менеджером, если бы я был человеком, который отвечает за контент, я бы сделал следующую простую воронку. Вот, я делаю вам бесплатно аудит аккаунта. Ну, то есть, не просто консультация, а аудит аккаунта. Сделаем разбор вашего аккаунта в инсте. На выходе вы получаете документ, какие шаги нужно делать дальше. И этот документ вы получаете, я не знаю, там, через час после консультации. Я просто сразу сажусь, все описываю подробно, что нужно делать, и вы это получаете. Это для вас бесплатно. Если вы хотите, чтобы моя была помощь при этом, то есть, я, чтобы вам помогал, я готов это сделать, и мы вам за один съемочный день сделаем контент на месяц вперед. То есть, с вас вот один день, и на месяц потом можете про это забыть. Я бы сделал что-нибудь такое. Обратите, кстати, внимание, что здесь есть еще один момент. Он заключается в том, что я готов бесплатно дать вот эту программу продвижения. Ну, не сейчас я готов бесплатно, а если бы я начинал с нуля, и вот мне нужны были бы клиенты, просто вот у меня никто не покупает, да, нужно, чтобы кто-то купил. Я бы делал вот этот документ бесплатно. Тем самым, я бы разрывал шаблоны. Большинство людей считает, что бесплатно не надо ничего давать, в лучшем случае языком почесать. А когда ты получаешь вкусную PDF-ку, где написано по шагам, что делать. Спойлер, это PDF-ка для большинства будет практически одинаково, потому что шаги везде плюс-минус те же самые. Просто я бы их немножко актуализировал, чтобы под конкретную нишу, под конкретного человека это было. Вот человек записался на бесплатную консультацию. Я провел ее классно, я сделал этот разбор. Я потом присылаю файл именной, вот для вас, Виктор Павлович, да, там, держите, получите. Человек получает документы, вместе с ним предложение, хотите, я вас буду вести, хотите, я вам это буду делать. И вот сейчас вот за такую-то сумму можно начать, вот там такой-то будет бонус, и все. Я моментально это все сразу делаю. То есть я делаю много всего бесплатно. Человек получает ценность. И да, естественно, не все будут покупать. Но вероятность, что после такого обращения с клиентом человек сделает покупку, она сильно выше. Поэтому я вот так делаю, и потом, когда человек начинает со мной работать, я быстро отрабатываю, моментально отрабатываю все. Вот он сегодня начал, завтра уже контент у него идет в инсте. Вот сегодня ты оплачиваешь, и сегодня же вечером даже, не надо завтра ждать. Я сразу скажу, что выдать в сториз, сразу пришлю какой-нибудь шаблон, сразу там идею для рилс, и вот с ними пришли мне, я смонтирую. Это будет моментально. Никто так не делает, все ленивые жопы, все ленивые жопы. Поэтому если вы начнете так делать, вы тут же оказываетесь впереди большинства рынка. Номер третий, один из моих любимых, контакты ведут к контрактам. Если вас никто не знает, то вас никто не купит. Идея очень простая. Когда у вас очень много аудитории, вот реально там десятки, а лучше сотни тысяч людей в вашем аккаунте, я уж молчу про миллионы, то вам совершенно можно не париться по продажам, потому что с деньгами у вас проблем не будет с этого момента. Вы можете хреново продавать, можете вообще не продавать, все равно будут люди, которые захотят купить. Все равно, если у вас нет аудитории, если знать вас никто не знает, вам придется как эквилибристу, то есть очень прям выкручиваться, не знаю, быть фокусником, жонглером, чтобы на вас обратили внимание, с большим трудом продавать, потому что каждый клиент, который обратил на вас внимание потенциальное, он очень важен. Вот он сейчас уйдет, никто не купит, и что мы будем делать? Поэтому нужно очень много усилий прикладывать к тому, чтобы каждый, кто пришел, сразу бы покупал. А если у вас очередь из клиентов, если вам их девать некуда, если у вас желающих купить вашу работу больше, чем вы можете продать, вот представьте себе такую ситуацию, вы тогда очень легко, человеку что-то не нравится, никаких проблем, до свидания. Человек начинает торговаться, не хочет вашу цену давать, никаких проблем, до свидания. Вам что-то в нем не нравится, чисто по-человечески, не знаю, нагрубил он вам или что-то, никаких проблем, до свидания. Там еще очередь, все равно кто-нибудь купит, ты теперь хозяин положения, ты можешь выбирать. Единственная разница на самом деле здесь в том, что как много людей знает, что вы существуете Вы себе такой вопрос задавали когда-нибудь? Как много людей знает, что вы как эксперт, как человек, который разбирается в конкретной нише Что вы вот есть вообще Если вы будете думать, а как мне сделать так, чтобы как можно больше людей узнало Тогда это будет правильный ход, правильный ход в нужную сторону Четвертая мысль вытекает из третьей и является по сути ее продолжением Она звучит так Самый правильный вопрос, который вы себе можете задать перед сном Такой, как много людей сегодня узнало о том, что я существую Вот смотрите, это важно пояснить Вы даже если сегодня конкретно заработали денег, это хорошо Но эти деньги сегодня, которые вы получили, они могли быть сделаны за счет действий раньше То есть вы могли подготовить это и сейчас получить результат Там вот посеяли, а здесь вот начинаете уже собирать плоды Но по факту метрика, как много людей сегодня обо мне узнало, она всегда в сегодняшнем дне То есть вот сегодня во сколько людей узнало? Ноль То есть вы, например, рилс не выложили, нигде не выступили, на подкаст никому не сходили Рекламу никакую не дали, ничего вы не сделали Ноль людей о вас сегодня узнало Окей, завтра сколько? Тоже ноль И послезавтра ноль И когда вот вы себе отвечаете на этот вопрос честно каждый день И сегодня ноль, и завтра ноль, и послезавтра Вот каждый день ноль, 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 ноль Никто не узнал, ничего я не делаю для того, чтобы обо мне новые люди узнали У вас начинает в мозгу появляться вот эта вот правильная мысль А типа это точно правильное направление, в котором я иду? Это точно вот то развитие бизнеса, о котором я мечтал? Нет, точно нет А если вы сегодня, допустим, рилс выложили, вот каждый день выкладываете рилс, у вас хоть чуть-чуть, но начнут появляться не подписчики среди зрителей Отлично, хорошо, пусть они пока будут не подписчиками, пусть они еще ничего не купили, ничего страшного, зато вы для них уже не чужой Именно поэтому мы всегда снимаем рилс с лицом, чтобы люди видели вас, чтобы люди слышали вас Не надо показывать руки, не надо показывать какие-то мудовые ролики с закатами-рассветами, где вас нет в этих роликах Вы там должны быть, вы должны примелькаться, тогда вас начнут узнавать Узнаваемость, это про то, чтобы узнавать, окей? Как много людей сегодня узнал, что вы есть Номер пять, рост дохода почти всегда начинается с того, что ты признаешься себе в том, что ты не крутой Большинство людей не может зарабатывать больше по одной единственной причине Что они считают себя суперкрутыми, и поэтому им учиться у других западло Они даже не могут сами себе в этом признаться, это просто некая фоновая мысль где-то в подсознании Корона на голове еще это называется Которая говорит, что ты вообще самый крутой, и тебе стремиться некуда А на самом деле этот крутой, на него посмотреть, он крутой только в своем дворе Вот он там встретился с какими-то друзьями детства, которые на заводе работают Они зарабатывают 50 тысяч, а он зарабатывает 120 И он такой, о, смотрите, как я поднялся, да, или там, часто это можно видеть на встречах выпускников Все на Жигулях приехали, а ты на, я не знаю, Хундае И такой, у меня иномарка, я вот силен А по факту, что такое Хундай? Это вообще ни о чем, да, ну если говорить в рамках мирового автопрома Тебе что, дальше кроме Хундая стремиться не к чему, что ли? Навык признаваться в том, что ты не крутой на самом деле Точнее даже так, не такой крутой, как бы тебе хотелось на данный момент Он напрямую влияет позитивно на деньги Я в свое время это прошел, у меня тоже вот это была тема Я когда зарабатывал 300 тысяч, я думал, что я пиздец предприниматель Я вообще, я еще настолько был охуевший, что я других начинал бизнес учить Прикиньте, был дурик вообще Никого я сейчас не учу Сейчас даже если я вижу, что человек ошибку очевидную совершает в его бизнесе Но он не спрашивает моего мнения, я сам соваться не буду Я никуда не полезу, естественно И даже если он спросит мое мнение, все равно это мнение должно быть в рамках платной консультации Потому что отдельная каста людей у нас, это те, которые интересуются всеми мнениями И никогда ничего не меняют Такие тоже есть и, пожалуйста, без меня Кто я такой, чтобы соваться в твой бизнес? Кто я такой, чтобы мешать тебе пройти твой кармический путь? Ты должен получить какой-то урок Зачем я буду сюда вмешиваться? Пожалуйста, ошибайся на здоровье Делай выводы, развивай свой бизнес У тебя свой путь, у меня свой путь Поэтому я не лезу Я не считаю себя великим гуру, который способен нести свет в этот мир Упаси бог Наоборот, я всегда ищу людей, которые круче меня в чем-то Этот круче в одном вопросе разобрался, этот круче в другом Я тут же снимаю шляпу, отдаю должное Говорю, ты крутой, ты крутая Естественно, это не всегда сделать просто Потому что, ну смотрите, мне вот 38 лет Я мужик, средних лет А тут появляется какая-нибудь девочка Которая там, не знаю, 20 с чем-нибудь И она зарабатывает больше тебя И у нее охваты больше, чем у тебя И она делает вообще все по-другому И ты думаешь, блядь, ну как так? Ты вот всю жизнь пахал, ты ерачил, вот этот свой путь шел А тут выясняется, что можно по-другому И результат совершенно иной И в этот момент ты должен сказать, да Она девчонка, да, она сильно моложе тебя Да, она при этом круче тебя, например, по деньгам Ничего страшного, супер Раз у нее получилось Раз она показывает, что это возможно Значит, я тоже так смогу У меня есть чему у нее поучиться Это здорово, круто Я с большим удовольствием покупаю какой-нибудь продукт И учусь, что-то начинаю внедрять Не все, кстати, у меня не всегда это идеально Но как минимум несколько инсайтов стопудово будет И они сыграют мне в плюс И я потом дальше пойду искать еще у кого поучиться Это гора без вершины Всегда есть куда пойти еще Номер 6, это рядом Никогда не слушай советы по бизнесу От людей, которые зарабатывают меньше тебя Вам не нужны советы про деньги от бедных людей Окей? Проблема в том, что именно бедные люди, как правило Больше всего хотят давать советы про деньги Именно бедные люди, как правило Больше всего считают, что они разобрались в этом вопросе Что они прям понимают Знают природу денег Знают природу экономики Они там еще и в мировой политике разбираются заодно И так далее У меня была ситуация на одном из тренингов Это было в 18-м году Нас разделили на десятки Парень в моей десятке, мы только познакомились Он тут же начал меня коучить Он тут же начал мне давать советы по бизнесу Ты маркетинг такой ты должен сделать Я слушал такой Да-да-да И говорю Скажи, а ты сколько зарабатываешь? Он говорит 40 тысяч Я просто почему запомнил? Потому что у меня на тот момент было 400 То есть ровно в 10 раз больше, чем у него 400 тысяч я зарабатывал тогда И я говорю Сколько ты зарабатываешь? Он такой 40 тысяч Я говорю Все, заткнулся нахуй Заткнулся нахуй со своими советами Ты мне, блядь, больше нихуя не говори по бизнесу Пожалуйста Вот твои советы стоят 40 тысяч Это я бы тебе мог дать совет Вот Нихуя я от тебя забирать не собираюсь Потому что ты разбираешься в бизнесе на 40 тысяч рублей Деньги в этом смысле объективны Они объективны Ну, если ты честно ведешь бизнес Да, если ты там не воруешь где-то А то вот по-честному в белую ведешь бизнес То деньги всегда объективны Если ты зарабатываешь 40 тысяч в месяц Значит ценность твоего бизнеса в мире Вот во всем мире На 40 тысяч рублей в месяц Окей Это копейки Это вообще ни о чем То есть ты просто ноунейм Ты человек, который первые шаги делает в бизнесе Нахуй я не собираюсь никаких советов от тебя слушать Номер 7 Об этом я уже частично сказал Сейчас чуть подробнее распакую Звучит так Никогда не помогай по бизнесу без запроса А запрос без оплаты таковым не считается В свое время я сказал Андрея Парабелым Царство ему небесное Я запомнил эту фразу Что запрос без оплаты Это не запрос Вы можете видеть Как люди проявляют искренний интерес Как они прям офигеть Как готовы работать Я помню Сколько-то лет назад У меня тренер по фитнесу Вот в качалке Где я занимался Еще я жил на окраине города Ну то есть ходил в какой-то местный спортзал Тренер по фитнесу Она очень много спрашивала у меня Про то как вот развивать Там вот скажи Там первый шаг в бизнесе А что мне сделать Что бы ты делал на моем месте Я поначалу Ну все равно что ты тренируешься Да это персональный тренер Время идет Я поначалу начинал отвечать Типа вот это можно сделать Вот то Да-да-да Круто-круто Обязательно Супер кайф Вообще идеально И получается что Я прям давал конкретную программу действий Причем довольно простую Типа вот по шагам Раз-два-три сделай Да Это вообще круто Ты такой крутой Спасибо тебе что ты мне помогаешь Очень-очень ценно Потом Что-то проходило время Через неделю-полторы-две Я вспоминал что у нас тогда Тут был разговор Я говорю А что сделано из того И выяснилось что ничего Но в этот момент происходило следующее Она говорила Слушай ну вот сейчас то у нас уже время прошло Теперь мне вот так сделать Или то-то-то Я опять начинал Втягивался в это Я опять говорил И опять угадайте что Ничего не происходило В какой-то момент я понял Что просто есть среди нас люди Которые любят поговорить Они любят поговорить про бизнес Они любят поговорить про то Как книгу напишут И так далее Но дальше слов Это практически никогда не заходит Практически никогда не заходит дальше слов Поэтому ваша задача Себя от таких оградить По одной простой причине Причина в том Что вы теряете на них свое время Вы теряете время И по факту Просто могли бы Чем-то более полезным для себя заняться Именно от этого Здесь стоит такая заглушка Которая называется Платная консультация Потому что такого рода люди Которые просто побазарить любят Они очень редко приходят На платную консультацию В основном они хотят Бесплатной консультации Ну иначе бы они Мне кажется Тогда разорились А вот когда Человек тебе платит Ту сумму Которую ты считаешь справедливой И ты ему даешь Эти рекомендации Тогда ты Понятно ради чего Это сделал У тебя есть твоя выгода Дальше Даже если он ничего Не будет делать Ну окей Это его выбор Ты свое получил здесь Поэтому Бесплатно Не помогаем Даже если человек Вот прям Очень сильно просит Ну кроме каких-то Ситуации Где там Не знаю Вопрос жизни и смерти Естественно Мы должны Оставаться в рамках адекватности Но обычно Таких людей нет Вопроса жизни и смерти У них есть вопрос Побазарить О том как все будет круто Потом Как они сделают Свой крутой бизнес А пока они Занимаются ровно тем Чем уже 10 лет занимаются Ничего менять не собираются Обычно это так Пункт 8 Касается вашей команды Надеюсь у вас есть команда Хотя бы какой-нибудь Ассистент уже должен быть Если вы работаете на себя Звучит следующим образом Каждый участник Вашей команды Должен делать Одну из двух Он либо освобождает Ваше время Либо зарабатывает Вам деньги напрямую Например если у меня Есть ассистент Я делегировал задачи Вот там надо билет На хоккей купить Цветы присылать У матери Там день рождения Когда еще что-то Вот здесь нужно Там написать Найди мне гитарную школу В Дубае Человек экономит Мое время Освобождает мое время То есть я сам Не сижу Не просматриваю Все эти десятки сайтов Там оформляю заказ Отправьте смс И так далее С меня эти задачи Снимаются То есть ассистент Делает все за меня Соответственно Ага Это первый вариант Да Меня освобождают время Есть у меня какой-нибудь Например там Менеджер по продажам Этот человек сидит на телефоне Он дозванивается До клиентов Которые оставили заявку Рассказывает им Про то как это будет Продает мой продукт И соответственно Он мне зарабатывает деньги И про каждого человека В команде Не знаю там Есть какой-нибудь редактор Который книги редактирует Окей что он мне делает Он мне освобождает время Потому что если бы Не было редактора Ну наверное тогда Я взяв заказ на книгу Сам бы должен был сидеть Редактировать Нужен кто-то кто мне помогает Освобождает мое время Это редактор Отлично Как только я понимаю Что я про какого-то человека В команде Не могу сказать ни то ни другое Я тут же от него освобождаюсь Вам такие люди не нужны Которые ни время ваше освобождают Ни денег вам не зарабатывают Это плохо Этих людей в команде быть не должно Номер девять Это про продукт То что ты хочешь продать И то что люди хотят купить Практически всегда Это не одно и то же Мы загоняем себя В рамках своей ниши В какой-то уникальный продукт В какой-то супер там Пупер навороченный Мы знаем изнутри То чем мы занимаемся Мы понимаем Насколько это людям ценно Мы считаем Что мы вообще Несем ценность этому миру И поэтому Когда люди смотрят на наш продукт Такие Нам не надо Мы что делаем В первую очередь Вот первая реакция Очень часто я это вижу Особенно у новичков Это обижаться на людей Ну то есть Ты не купил мой продукт Это только потому Что ты тупой Ты дурак Ты вот не можешь Понять Насколько твоя жизнь улучшится Ну и сиди тогда в говне Не собираясь Я с тобой работать То есть мы обижаемся на людей А по факту Если человек не покупает Ваш продукт То на самом деле Всегда Это практически Всегда одна единственная причина Он не увидел в этом ценности То есть он не покупает Потому что не понял А зачем им это надо Вот За такие деньги Вот это получать И очень часто люди Не то что не поняли Зачем им конкретно Вот это надо А они вообще ничего не поняли Такой продукт А что там будет Вот у меня консультация Вот у меня тренинг Ну и что Этих консультаций Тренингов полно Результат какой Какое видимое изменение Как конкретно улучшится жизнь После покупки этого продукта Это уже наводящие вопросы Которые нужно себе задавать Перед продажей Потому что на людей Обижаться не надо Я видел как у меня Одни и те же люди Воротили нос От одного продукта Просто разговаривать Со мной не ходили А потом в очереди Стояли за другой продукт Те же самые люди Готовы были заплатить Намного больше Чем я тогда изначально Требовал за первый продукт Почему? Потому что в первом продукте Они не видели ценности Я тогда не умел Об этом рассказывать Правильно Грамотно Не умел подать это Таким образом Чтобы людей заинтересовать То есть полностью Вот эту вот Всю распаковку сделать Раскрыть ценности Своего продукта Я это не умел делать Я это научился И потом эти же люди Другой продукт Приходили Ставили в очереди И платили полную цену Без скидок Вот так это работает Потому что мы себя Должны ставить на место людей Не то что мы хотим продать А чтобы они хотели купить Это не одно и то же Еще раз Номер 10 Этот номер Он вызвал некие споры У меня в комментариях Поэтому давайте тоже Про него расскажу Чуть поподробнее Звучит так Между реинвестированием Денег в бизнес И выводом прибыли на себя Сначала Всегда выбирай второе Быть богатым Вот и не скромничай Забирай прибыль на себя Часто считается Что правильное поведение Это когда человек Денег не тратит У нас знаете Каких предпринимателей любят Которые ходят В копеечной одежде Никогда на себя не тратят Машину не купят Летает экономом Нахер тогда бизнес вообще делать Зачем делать бизнес Это лицемерие Чистой воды Люди делают бизнес Я вам скажу для чего Для того Чтобы стать богатыми И потом выясняется Что на самом то деле Эти люди Которые ходят в копеечных майках Типа на рынке купленных Они могут на самом деле Жить в особняке Каком-нибудь огромном Но при этом Они просто об этом Не рассказывают у себя В сторис И как бы И люди думают Что этот человек такой святой Это у нас есть Во России В бывшем Советском Союзе Такая тема Любят люди прибедняться То есть рассказывают Что дела на самом деле Хуже чем есть Вот есть у нас такая тема В бизнесе то же самое По факту Если вот честно себе признаться То мы бизнес делаем Для того чтобы стать богатым И это очень глупо Когда твой бизнес Стал генерировать деньги И ты можешь выйти На новый уровень жизни И ты такой Нет не буду я эти деньги забирать Ну-ка давайте-ка я Вложу в развитие бизнеса Ну да И бизнес может стать еще больше А потом ты вложи в бизнес еще раз Чтобы он еще больше стал Это никогда не закончится Это всегда будет продолжаться Факт в том Что ты должен сказать Я в бизнесе Сейчас оставлю ровно столько Чтобы он не сдох Ровно столько Чтобы он как-то вот продолжал Потихоньку идти вперед Да Вот не надо Становиться долларовым Миллиардером На следующий год Пусть он растет Своими темпами Но вот Излишек Вот то что сверху Чистая прибыль Это я беру на себя И куплю я себе одежду Не на рынке А в нормальном магазине На рынке я и так Всю жизнь покупал И так всю жизнь Я покупал на рынке И так всю жизнь Я питался исключительно Вот в ресторанных двориках Где ты берешь Бизнес-ланч Который самый дешевый Знаете Потому что набор Одно и то же всем дают Я хочу в нормальный кафе ходить Я хочу в нормальные Курорты какие-то летать А не в самые только дешевые Я хочу этого Я себе в этом признался И бизнес это мой инструмент Того как я могу Этого добиться Это моя честная позиция Прибедняться Я не собираюсь Я хочу Это тоже кстати тема Вывести и сидеть на них Нет Уж давайте как бы потратим Мы не знаем сколько нам Дней отпущено В этой жизни И пусть эти дни будут яркими Если у нас есть такая возможность Номер 11 Лидерство Что это такое Это на самом деле Сочетание двух элементов Как можно измерить лидерство Можно Первое Это стрессоустойчивость Чем больше вы стрессоустойчивы Тем больше денег Вы можете заработать Люди которые работают На рядовых позициях В каких-то компаниях Они как правило Трясутся от того Что на них начальник Неправильно посмотрел Знаете это бывает такое Что вот с кем-то повздорил На работе А потом полночи Думаешь как надо было бы ему ответить Это вот Низкая стрессоустойчивость Потому что Высокая стрессоустойчивость Это когда ты с кем-то повздорил И тебе насрать Ты просто дальше пошел Другими делами занимаешься Обратите внимание на Например SEO То есть генеральных директоров Крупных международных корпораций SEO Google Он одним Росчерком пера Вообще Одним приказом Может уволить 35 тысяч человек То есть это Люди у которых Свои семьи О них надо заботиться Они работали в гугле Они там получали много Теперь их увольняют Свободный Это бизнес Мы здесь зарабатываем деньги Теперь вы не нужны Теперь у нас другая стратегия Нам нужно сократить Свободный Все Думаете Этот генеральный директор Сна лишился Или выбросился из окна От того что Такое количество Людей На улице осталось Нет Ему вообще плевать Потому что у него Высокая стрессоустойчивость Он поэтому директор Поэтому он зарабатывает Миллионы Если не десятки миллионов Вон Недавно пришла информация Что за 23 год Тим Кук На себя заработал То есть это не считая Его опционов И долей Он на себя заработал В виде зарплаты 63 миллиона долларов Вот 63 миллиона долларов Это в принципе можно вообще Всю жизнь работать Но там не работает такая тема То есть они работают Не для того чтобы денег зарабатывать И потом уйти на пенсию И работать 4 часа в неделю Как в книжках пишут Нет они реально кайфуют Они фанат своего дела Они трудоголики Там уже на таком уровне И вот представьте себе Уровень стресса С которым приходится Разбираться Тиму Куку Я читал про него книгу Я кстати Даже придумал название Для его книги Она как-то не очень интересно называется Я подумал что его книга Должна была называться Заменить незаменимого Потому что когда Стив Джобс умер Все говорили что Эппл вот сейчас вот-вот загнется Потому что без Стива Это уже не торт И так далее Однако Тим Кук Очень долго уже работает без Стива Компания развивается Запускает новые продукты Они там сделали часы Они сделали AirPods Они сделали новой линейки Там всех своих продуктов У них очень крутые дела И в этой книге было написано Что однажды ему предъявили За то что у него В кругу вице-президентов То есть среди его замов Что-то типа очень мало женщин И поэтому наверное он же ненавистник Представляете Тим Кук Который открытый гей Вообще сам Если что пошло на то И он там с этим разбирался И он реально там Выдавал какую-то доказательную базу Что те люди Которые сейчас занимают Посты вице-президентов Лучше всех подходят на эти позиции Потому что они больше всего Там дают как бы Качество своей работы И так далее Реально вот ему Этим приходилось заниматься Представьте себе Это только то что в книге написано Сколько чего мы там не видим Поэтому стрессоустойчивость Это то что влияет На вашу способность зарабатывать Чем больше стресса можете выдержать Тем больше у вас будет денег Но это не единственное что нужно Лидерство определяется Еще и второй темой Вторая тема называется амбиции Допустим музыканты Готовы играть мурку в ресторане В кафешке И все у них будет хорошо Они будут довольны Они вот будут ездить по кафешкам На районе Играть эту мурку И думать как бы Сшибить там лишние там Полторы тысячи рублей Чтобы кто-нибудь какую-нибудь песню заказал Они сыграют И тогда будет на полторы тысячи рублей больше Это низкие амбиции То есть люди в целом довольны тем Что у них происходит Они не хотят больше Если вы лидер Если вы хотите зарабатывать больше Амбиции ваши должны быть Космические просто Вы должны быть человеком Который нацелен Просто вот на звезды Но при этом Это не должно быть В рамках неадекватности То есть это не должно быть Что я Тоже таких видал Хочу быть в списке Форбс через два года Ты кто такой Ты зарабатываешь 100 тысяч рублей Какой тебе список Форбс Нет Но если ты сейчас зарабатываешь 100 тысяч рублей Ты можешь себе сказать Что я хочу зарабатывать Там не знаю Миллион Икс 10 Миллион относительно 100 тысяч Это и есть космос Это реально другой уровень жизни Вот если месяц жить на 100 тысяч рублей Месяц жить на миллион Это две разных жизни получается Но при этом Это не список Форбс Это что-то Что в целом реалистично А когда у тебя будет миллион Дальше поставь себе Следующую цель А после следующей цели Еще одну И возможно Когда-нибудь Ты попадешь в список Форбс Если тебе это надо Мне вот не надо Например В список Форбс попадать Ну Я то есть Не стремлюсь Нет у меня такой цели Нет такой задачи И с Рыбаком Я разговаривал Который долларовый миллиардер Он тоже сказал Что у него никогда Не было цели Стать самым богатым человеком Стать долларовым миллиардером У него была цель Офигеть Какой крутой продукт делать Вот И его продукт просто Очень хорошо покупали Ну вот Техно Николь И соответственно Таким образом Он сделал себе капитал В нашем случае Есть наш продукт Который тоже Пусть хорошо покупают Но амбиции у нас Должны быть всегда на рост Как только вы скажете Мне достаточно денег Я больше не хочу Я хочу остаться на этом уровне Это будет начало конца С этого дня Ваш бизнес начнет падать Он должен всегда расти Всегда Номер 12 Иногда лошадь помирает Мы привыкли заниматься Той нишей Которой привыкли заниматься Многие из вас Годами делают то что делают Но очень высокая вероятность Что вы не всю жизнь Будете делать то что делаете сейчас Поэтому нужно определить Тот момент Когда это делать Уже неэффективно Вам нужно делать Что-то что эффективно Если вы поняли Что ваша ниша отжила Умерла Вдруг перестала быть Востребованной Вам без какого-то Зазрения совести Тут же нужно на нее забить И начать заниматься чем-то новым Да Это что-то новое Оно должно быть С учетом вашего прошлого опыта То есть Не нужно прыгать В совершенно новую Какую-то тему Которая вообще Никоим образом не касается И по сути Начинает с нуля Иногда и это нормально Но идеальный вариант Это когда вы в новой ниши Используете опыт Своей старой ниши К примеру Моя прошлая ниша Я правда этим еще занимаюсь Но это Не знаю Сильно меньше Дохода дает Чем новая ниша Поэтому по сути Я сейчас занимаюсь Больше рилзами Контентом в соцсетях До этого я занимался только книгами И мой опыт был текстовый То есть Вот работа с текстом Соответственно Когда я зашел в нишу рилз Я что придумал Я придумал конструктор сценариев Конструктор сценариев Сценарий Это текст То есть Я свой опыт работы С книгами Перенес в рилз И казалось бы Рилз Это же видеоформат Это на 100% визуал Но при этом Моя линия партии Мое поведение Мои наработки Хакнули эту тему Через тексты То есть Я занимаюсь рилзами В первую очередь Через тексты Понимаете эту идею Я использовал свой прошлый опыт В новой нише И он пошел на пользу Номер 13 Ты не тупой И не невезучий Ты просто сделал Очень маленькое количество попыток Это касается всего Проще всего показать на рилзах Если вы выдадите один рилз Скорее всего Он не станет миллионником Скорее всего И второй тоже И третий И десятый И люди Выдав рилзов 20 Они говорят Я уже вот такое большое количество времени Целых 3 недели Что-то публикую Креативлю Людям не нравится Им не заходит Рилз в моей нише не работает Да вообще это все фигня какая-то Знаете Еще можно уйти в полную отрицаловку А можно не уходить в полную отрицаловку И молча Не сильно себя за это ругая За то что там Каких-то рекордных просмотров нет Продолжать выдавать Продолжать Продолжать выдавать Я когда начал Публикации рилз 2 апреля 22 года На ежедневной основе У меня первый экспертный ролик Миллионник Появился в сентябре Представьте Я с начала апреля По сентябрь Выкладывал ролики Причем знаете Роликом стал Миллионником видос Который я выдал в августе То есть ролик вышел в августе Он был с абсолютно Обычными просмотрами Ничего особенного Ну да там как-то он Активность какую-то набрал А потом он начал расти Через месяц Став миллионником Я офигел То есть типа Оказывается может быть У тебя может какой-то старый ролик На который ты вообще не рассчитывал Выдать новые просмотры Офигенно И получается что С апреля по сентябрь Посчитайте сколько это месяцев Ежедневного постинга Мне понадобилось Чтобы дойти до первого Релза миллионника Вот так это было Месяцы ежедневных публикаций Ничего страшного Это все мои попытки Ты не тупой И не невезучий Ты просто мало пытался Я пытаюсь много Вы давайте тоже Ну и наконец Финальная 14 мысль Она в том что Хотеть много зарабатывать Это правильно И хорошо Я живу в такой картине мира Мы в 21 веке У нас есть интернет У нас есть соцсети У нас есть искусственный интеллект Огромное количество инструментов Для того чтобы поднять жопу И начать зарабатывать Идеально Я хвалю небеса За то что нам повезло Жить вообще В эти времена Спасибо большое Строит этой вселенной Что мы с вами родились Именно сейчас А не там я не знаю 50 лет назад Потому что Теперь у нас Все есть для того Чтобы самостоятельно Пройти этот путь Вам не нужно родиться В богатой семье Вам не нужно выигрывать В лотерею Вы можете свое счастье Финансовое Построить самостоятельно Поэтому я считаю Что имея такие Стартовые условия Какие у нас сейчас есть В 20-х годах 21 века Хотеть зарабатывать много Это просто очевидное решение Да я хочу зарабатывать Возможно я пока не знаю Как это делать Возможно то что я до этого делал У меня не получалось Но я хочу этого А значит я ставлю это себе Как цель И поэтому Могут куда подальше Идти те люди Которые живут по принципу Нежели богато Нечего и начинать Вот Вы не начинайте Если вам не надо Если вы хотите Жить бедными Если вас все устраивает Ради бога Я говорю только за себя Не надо себя ругать За то что вы Хотите разбогатеть Не надо себя ругать За то что вы хотите Зарабатывать все больше и больше денег У нас в бывшем Советском Союзе, вот в республиках, да, в странах, принято быть бедным. Это очень хорошо считается. То есть ты как все, ничего, с тебя взять нечего, и поэтому ты себя чувствуешь в безопасности, потому что большинство людей именно так живет, и значит, ты вот должен жить так же. Но я вам предлагаю подумать, а на самом деле ли вы хотите вот такой жизни? Я сам из бедной семьи, у меня родители жили небогато. Мать вообще не работала, она со мной сидела, когда я в школу пошел, а отец работал на заводе. Вот представьте себе наш уровень жизни. Семья из трех человек, один работает на заводе. Работяга, то есть он на заводе не директор, он, знаете, что делал? Приезжали цистерны, он туда наливал битумы, мазут, вот эти вот нефтепродукты какие-то там, он туда вот такую штуку ставил, и оператор сливы наливал, что-то там. Вот его должность называлась, батя на заводе, вот у меня работал на такой позиции. И вот мы жили, так что видал я эту жизнь. Меня отправляли в магазин овощей, я покупал полка чина капусты. Капуста – самый дешевый овощ, там хватало наполовину, потому что мать там из него какой-то суп делает. Поэтому нет ничего в этом хорошего. Гордиться бедной жизнью незачем. Ну то есть это никакое не достижение, что ты живешь бедно. Наоборот, если ты умудрился выбраться из бедности, помогать своим родственникам, каким-то образом обеспечить своих детей, чтобы они хотя бы сразу имели нормальные стартовые условия, не то, как у тебя было. Так это правильно? Разве это неплохо? Я считаю, что это то, что должно быть. Стремление зарабатывать больше и больше. Жизнь короткая, и разгоняться некогда. Сразу нужно эти цели ставить, и сразу нужно к ним стремиться. И не надо себя винить и извиняться за желание быть богатыми. С вами все правильно, вы правильный человек, и все будет хорошо у вас. Вот такие 14 мыслей. Напишите в комментариях, какая из них вас больше зацепила, больше отозвалась. Давайте это обсудим. Может, у вас есть свои правила бизнеса, тоже можете очеркануть. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Здесь каждую неделю новые видео. А меня зовут Артем Сенаторов. Увидимся в следующем ролике. Поэтому прощаюсь, но ненадолго. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok